Следующая особенность связана с реализацией чистых виртуальных методов. Когда я определял, что такое чистые виртуальные методы или абстрактные методы, я говорил, что это виртуальные методы без реализации. В действительности я вас немножко обманул, и для чистых виртуальных методов можно определить реализацию. Однако адрес этой реализации не попадет в таблицу виртуальных методов. В соответствующей ячейке будет записан адрес обработчика ошибки, что мы вызвали чистый виртуальный метод. Давайте посмотрим, как это можно применять. Пусть у нас есть базовый класс NetworkDevice, и у него определен чистый виртуальный метод Send. Этот виртуальный метод Send является абстрактным, поэтому сам класс NetworkDevice также является абстрактным. Однако, несмотря на то, что этот метод объявлен как чисто виртуальный, можно добавить реализацию этого метода. То есть снаружи класса NetworkDevice, просто добавить определение метода Send. И это позволит нам в дальнейшем в потомках класса NetworkDevice, например, в производном классе Rooter, использовать этот метод, например, как реализацию метода Send по умолчанию. То есть, с одной стороны, тот факт, что метод Send в базовом классе был чистым виртуальным, заставит нас в производном классе переопределить этот метод. С другой стороны, за счет того, что у нас есть реализация этого метода в базовом классе, мы можем вызвать ее здесь, считая, что это реализация метода Send по умолчанию. Для того, чтобы вызвать эту реализацию чистого виртуального метода из базового класса, нам нужно вызвать метод Send как невиртуальный. Для того, чтобы это сделать, нам нужно указать полное имя этого метода. Имя метода составляется из имени соответствующего класса и, собственно, имени метода. Когда мы вызываем метод через его полное имя, этот вызов происходит невиртуально. Соответственно, обращаясь таким образом к методу Send, мы обращаемся к его реализации, предоставленной базовым классом.